Всем привет! Многочисленные фанаты, а также простые пользователи ждут, когда южнокорейская компания Samsung представит народный смартфон среднего уровня под названием Galaxy A54 5G. Он станет следующим представителем одной из самых продаваемых линеек прошлого года. Это нам говорит о том, что данная серия сегодня является очень популярной. Дизайн данного смартфона не сильно изменился, а именно гаджет идет с O-образным вырезом в центре верхней части экрана, встроенным в панель сканером отпечатков пальцев, а также выступающими модулями фотокамеры с задней стороны. То есть выглядит все восхитительно. Напоминаю, в нынешнем поколении Samsung Galaxy A53 их обрамляет общая плата. В грядущем Galaxy A54 фотодатчики как бы врежут в саму спину. На мой взгляд, это выглядит очень даже неплохо. Точной даты запуска устройства на данный момент нет, но если ориентироваться на время запуска предыдущих моделей серии, то это начало весны 2023 года. Данный смартфон могут представить на CES 2023. Также, учитывая прошлые анонсы Samsung в этом сегменте, можно ожидать одновременно запуска Galaxy A74 и, возможно, Galaxy A34. Также стоит отметить, что на днях в базе данных Geekbench замечен смартфон от компании Samsung с каталожным номером SMA54-6B. Под этим обозначением и скрывается наша перспективная серийная модель Galaxy A54. Следовательно, уже известны практически все технические характеристики данного девайса. И они некоторых пользователей удивят очень сильно. Итак, основные фишки смартфона Samsung Galaxy A54 5G. Это процессор Exynos 1380, Android 13 из коробки, 50-мегапиксельная основная камера, аккумулятор емкостью 5100 мАч, отличный экран диагональю примерно 6,5 дюйма и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Продолжение следует... Частотой 2,4 и 4 энергоэффективных с частотой 2,0. В качестве графического ускорителя выступит Mali-G68. Показатели процессора такие. 776 баллов в однопоточном тесте и 2599 баллов в многопоточном. Это не очень хороший результат, скажем прямо. Это уровень среднего Snapdragon 778G. Напоминаю, Qualcomm Snapdragon 778G это восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 19 мая 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро CRIO 670 Prime, Cortex A78 на 2,4, 3 ядра CRIO 670 Gold, Cortex A78 на 2,2 и 4 ядра CRIO 670 Silver, Cortex A55 на 1,9 ГГц. Более того, многопоточная производительность у процессора Snapdragon 778G выше, чем у Exynos 1380. Процессор Snapdragon 778G получил 778 баллов в однопоточном тесте и 2834 баллов в многопоточном. Какой именно экран у смартфона мы получим, информации на данный момент нет. Но всевозможные инсайдеры уверяют, что диагональ экрана традиционно для модели 50-й серии компании составит 6,5 дюйма или 6,4 дюйма. Будет знаменитый режим AOD. Это когда вы видите на заблокированном экране уведомления и можете быстро перейти к ним. Для многих людей Super AMOLED дисплей это большой минус, но стоит отметить, что есть многочисленные плюсы. Основное это, конечно же, насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED-экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS-матрицы. Конечно же, тут мы получим AMOLED-экран. Но некоторые люди уже отходят от AMOLED-экрана, решайте уже сами. Стоит ожидать тройную основную камеру. Главный сенсор выступит на 50 Мп. Вспомогательные датчики установят на 12,5 Мп. Разрешение салфи-модуля якобы составит 32 Мп. Объем аккумулятора составит 5100 мАч. Мгновенно можно зарядить свой Galaxy с помощью супербыстрой зарядки мощностью 25 Вт. И повысить общую производительность аккумулятора с адаптивным энергосбережением. Имеется, конечно же, функция Game Booster, которая отслеживает ваши игровые шаблоны для оптимизации времени автономной работы, температуры и памяти вашего устройства. А также блокирует фоновые действия и уведомления, чтобы вы не теряли концентрацию. То есть, все, на мой взгляд, продумано. Конечно же, компания Samsung делает всегда все самое лучшее. Samsung Galaxy A54 5G получит 6 ГБ оперативной памяти. Наверняка будет вариант с 8 ГБ оперативной памяти. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше, благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания. Гаджет получит из коробки предустановленную систему Android 13, что, на мой взгляд, является большим-большим плюсом. Клавиатура Samsung также получила новые анимированные пары смайликов, новые наклейки и дополнительную проверку орфографии. На базе Gramer. С этим новым обновлением были улучшены многие другие собственные приложения компании Samsung, в том числе галерея, календарь, интернет Samsung и многое другое. В календаре есть новые возможности для быстрых событий и обмена событиями. А Samsung интернет предлагает больше вариантов поиска. Браузер также автоматически запускается в секретном режиме, всякий раз, когда предыдущая серия завершается в этом режиме. То есть, все продумано, все, как всегда, на высшем уровне. Габариты Galaxy A54 5G предварительные составляют 158 на 76 на 8,2 миллиметра. Ну что же, ребята, компания Samsung с каждым годом выпускает все лучше и лучше смартфоны. Мы видим, что Samsung Galaxy A54, конечно же, будет хитом. Конечно же, это среднебюджетный смартфон. Конечно же, многочисленные фанаты, а также простые пользователи ждут именно данную серию. Как вы знаете, серию S не сильно покупает, а серия всегда, всегда востребована. Куда бы вы ни пришли, в любой магазин вам всегда консультант предлагает именно A-серию. Почему? Потому что данная серия может похвастаться достаточно неплохими техническими характеристиками, и данная серия не стоит таких космических денег, как, например, серия S или Note. Но вы должны понимать, что, конечно же, процессор от компании Exynos это, ну, такое себе решение. Я бы, конечно же, поставил сюда драконом. Но вы должны понимать, что компания сама производит данные процессоры и компании лучше поставить свой смартфон, народный смартфон, свой процессор, чтобы люди все-таки именно использовали процессоры от компании Samsung. Вот такой смартфон в скором времени мы получим. А покупать ли его решайте только сами. С вами был канал Первый обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok